Окружная делегация во главе с губернатором Ненецкого округа Александром Цибульским в минувшие выходные вернулась из столицы Новгородской области. На протяжении нескольких дней представители исполнительных органов региональной и муниципальной власти Заполярья, а также окружные парламентарии, знакомились с лучшими практиками в сфере образования, здравоохранения ЖКХ Великого Новгорода. С подробностями Любовь Пермякова. Допустим, на примере того, у нас котик был. Этот котик разбился на определенные свои, кстати, свои, определяет сама программа. То есть мы ее написали, это уже не программируют. Сами программу это написали, да? Нет, не рассчитывая, но из-за незнания высшей математики мы сами не смогли написать. Все-таки я еще учусь только в начальной школе, вы понимаете. Один из воспитанников детского технопарка «Новгородский кванториум» 10-летний Святослав знакомит губернатора Ненецкого округа со своим уникальным проектом по распознаванию личности. Он создан юным инженером для поиска и помощи в поимке преступника, а также обеспечивает безопасность телефонов и персональных компьютеров. Выводится у нас сам интерфейс проекта, и если вы известны, то тогда он подчеркивает зеленый вес, а вы неизвестны, то тогда он подчеркивает, то есть вам как раз. Детско-юношеский кванториум Великого Новгорода работает с 2018 года. Здесь готовят будущих инженеров и IT-специалистов. В общей сложности его учениками стали более полутора тысячи детей и подростков. Работа ведется по нескольким модулям – водный, углубленный и проектный. Обучение проходит по направлениям – гео, биоэнерджи, хай-тек, IT и робо. Создатели этого робота-пожарного – 15-летний Марк Лимов и 12-летний Савелий Рыжков. Над умной машиной ребята трудились три месяца. Мы его создали с той целью, что в последнее время, например, пожары в Сибири и в Австралии, ну и как-то надо было тушить, и вот мы решили как-то помочь этому. Технопарк оснащен самым современным оборудованием, которое позволяет работать не только с промышленной робототехникой, но и виртуальной реальностью – аддитивными и геоинформационными технологиями. Заниматься геноинженерией, альтернативной энергетикой. Планируется, что в 2020 году в Ниньском округе также будет создан детский технопарк. Мы сегодня увидели с вами кванториум и понимаем, что это новый формат дополнительного образования. Это та среда, где дети у нас развиваются именно в инженерно-техническом направлении. В рамках реализации национального проекта образования, федерального проекта «Успех каждого ребенка» мы планируем в текущем году запустить такой кванториум и у нас на территории. Выделены федеральные средства на приобретение оборудования. Над этим мы сегодня работаем. Я надеюсь, что в строящемся здании мы все в установленные сроки успеем и в этом году, безусловно, мы запустим. Еще одно учреждение, которое посетила делегация Ниньского округа во главе с Александром Цибульским – центр «Мой бизнес», который расположен в самом сердце Великого Новгорода. То есть, по сути, центру всего-навсего два месяца, но нам уже есть чем гордиться. Нам удалось собрать в этом центре на площади 2100 квадратных метров – это один из самых больших центров России. Удалось собрать 12 организаций поддержки бизнеса, которые оказывают 180 услуг предпринимателям. Это такая единая площадка, куда предприниматель может прийти и получить всю информацию, все услуги, которые его обычно интересуют в одном месте. В здании находятся 12 организаций по поддержке предпринимательства. Здесь занимаются поиском и сопровождением инвестиционных проектов для субъектов малого и среднего предпринимательства. То есть, в том числе, мы консультируем по мерам государственной поддержки, которые у нас в Новгородской области, подбираем те ниши, в которые можно заходить, подбираем инвестиционные площадки, которые у нас есть, работаем с ресурсоснабжающими организациями. Мы являемся неким координационным органом, который помогает взаимодействовать как с органами власти, так и с различными фондами, кредитными организациями и так далее. После посещения центра «Мой бизнес» губернатор Ниньского округа Александр Цибульский и губернатор Новгородской области Андрей Никитин провели рабочую встречу. Позже состоялось совещание по итогам визита делегации. На нем представители органов государственной и муниципальной власти НАУ и принимающей стороны обсудили вопросы взаимодействия в сфере благоустройства, социальной защиты, ЖКХ, поддержки предпринимательства и образования. В рамках исполнения соглашений между двумя субъектами проведена подготовительная работа по профессиональной подготовке специалистов для работы в сфере сельского хозяйства, в частности, в оленеводстве. Первый выпуск состоится в 2021 году. 23 учащихся Елена Анатольевна повещала, что будут работать над сохранностью контингента, будут выпускаться из техникума, и мы предполагаем, что они придут на профиль технологии организации производства и продукции животноводства с модулем современной технологии оленеводства. Для нас это будет крайне востребованно, потому что сегодня, откровенно говоря, компетенции в области оленеводства абсолютно потеряны. Сегодня никто специалистов в этой отрасли не готовит. Я даже там говорил публично, что как-то на сельхозе принято, когда мы говорим про оленеводство, как-то так умылкой о этом говорить. Но вообще-то это такая образующая отрасль, как минимум для 5-6 субъектов Российской Федерации. И сильно недооценен. Также представители государственного университета готовы организовать работу по приему окружных абитуриентов на обучение в главном вузе Новгорода. Еще один вопрос, который обсудили на встрече, касался здравоохранения. Реабилитационный центр Юрьева, расположенный в области, готов принимать на лечение детей и подростков из Ненецкого округа. Мы отработаем логистику, отработаем все варианты, потому что это, конечно, особенные дети, им нужно специфическое сопровождение и все остальное. У нас теперь есть такая возможность, поскольку центр заработал полную силу. Вы помните, когда мы начинали в 2017 году, там были серьезные ограничения, меньше половины тогда от возможной мощности его работало. Сейчас такая возможность есть, и, конечно, новгородские дети все будут получать услуги в том объеме, в котором они нужны, но мы с удовольствием будем и коллег принимать. У нас такое взаимодействие крайне актуально, я сегодня об этом сказал, и мы сейчас в самые кратчайшие сроки постараемся уже создать правовую базу на это взаимодействие. У нас действительно особенные детишки есть, и у нас в силу специфики нашего региона, нашей малочисленности, наверное, возможности и необходимости создавать такой центр у себя сейчас нет. Но мы хотели бы, чтобы наши дети действительно проходили реабилитацию, проходили лечение в самых лучших центрах. Напомню, официальная делегация Нинскоавтономного округа попывала в Новгородской области с двухдневным рабочим визитом. Он носил ответный характер. В августе прошлого года новгородцы посетили Наринмар. Тогда же было подписано соглашение о сотрудничестве в социальной, экономической, научной и культурной сферах между двумя регионами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!